Самое время помочь себе и промассировать живот. В животе у нас скапливается очень много напряжения, и мы, как правило, не знаем, что с ним делать. И вместо того, чтобы ждать, что у нас начнут функционально нарушаться работы тех или иных органов, я вам предлагаю поддержать наши органы брюшной полости очень простыми приемами. Первый прием. Мы берем пальчики вот таким образом с одной стороны и с другой стороны. И начинаем массировать не одновременно реберную дугу, потому что тогда у вас будет растягиваться кожа. Вы берете сначала правую руку и с правой стороны мы начинаем от мечевидного отростка надавливать вниз область живота. Аккуратно, бережно, не доходя до боли, а если вы даже почувствовали какую-то болезненность, вы чуть-чуть приподнимите, да, и уменьшите давление. Приподнимите руку и уменьшите давление. Если вам сложно это делать одной рукой, то вам может помочь вторая рука с неким усилением. Вот таким образом. Очень важно, чтобы здесь было свободное дыхание и чтобы этот процесс был приятным. И я иду по межреберной дуге вниз, надавливая от мечевидного отростка до границ, передней границы ребер. Следующее воздействие может, если вам было не больно и комфортно, то вы можете усилить воздействие, пытаясь как бы залезть за ребрышки, воздействуя, расслабляющие на диафрагму в том числе. Вот таким вот образом. Покажу одной рукой, хотя удобнее делать тоже двумя. То есть вы залезаете настолько под ребрышки, насколько вам комфортно. Сделали с правым под реберем. Теперь делаем все то же самое с левым под реберем. Сначала мы надавливаем пальчиками вниз, к полу. Даем себе время, не торопимся. Та скорость, которую я сейчас показываю, это уже очень быстрая скорость, поэтому быстрее меня делать это абсолютно нефизиологично. Медленнее – нормально. И второй прием, повторюсь, что мы залезаем под ребрышки максимально глубоко. Комфорт при этом сохраняем. Мы теперь проходим вдоль нижней костной границы – это верхняя граница таза. Здесь мы начинаем от верхней части лобковой косточки, от серединки. И мы начинаем проминать живот вдоль сначала лобковой кости, ну и дальше идем по костям таза. Тоже до границы передней и задней части тела. Делаем сначала справа, а теперь делаем слева. Вот таким вот образом. Можно это делать одной рукой, можно это делать двумя руками, как хотите. Дальше, чтобы не углубляться в дебри, мы с вами пойдем по очень простому пути. Мы пойдем с вами по спирали. Мы возьмем с вами пупок и начнем его массировать вокруг. То есть мы ставим палец в пупок и надавливаем под 45 градусов в разные стороны, снимая сухожильное напряжение, которое тоже часто вызывается разными причинами, стресс один из них. И после этого по часовой стрелке мы начинаем двигаться по животу вокруг пупка, постепенно увеличивая диаметр нашего круга. И когда эта спиралька начинает доходить до границ сверху и снизу, до до ребер и до тазовых косточек, то мы понимаем, что весь живот по спирали у нас оказался проработанным. Мы очень часто боимся того, что мы, воздействуя на живот, как-то причиним себе вред. Не бойтесь. Живот, брюшная полость, очень крепкая зона в нашем организме. И если бы мы могли надавливание в себе реально как-то повредить, то из каждой толкучки метро выносили бы уже по несколько трупов, в котором случайно заехали локтем в живот или еще куда-нибудь. Поэтому не бойтесь надавливать на свой живот. И самое главное, чтобы вы это делали с очень внимательным, добрым отношением к себе, чтобы вы прислушивались к болезненности, если она возникает в разных точках живота, и давали этой болезненности выйти. Как давать болезненности выйти? Вот я нахожу точку, которая мне отзывается болью. Я не давлю в нее, чтобы ее добить. Я уменьшила боль до самого тонкого минимума и жду терпеливо, пока эта болезненность меня отпустит. Иногда нужно подержать секунд 10, иногда полминуты, иногда минуту. Болезненность ослабевает, она меняет качество или уходит совсем. И вы перемещаетесь в другую точку. Надавливаете, чувствуете. Иногда боль, иногда просто напряжение, иногда ощущения какие-то специфические. Даете время этим ощущениям побыть, уйти и отпускаете руку. Таким образом мы тренируем брюшную полость и избавляемся от вот этого накопленного стресса, который затрудняет движение внутри органов и движение самих органов, как таковых, самих органов брюшной полости. Потому что если совсем просто разбираться с физиологией желудочно-кишечного тракта и органов брюшной полости, то даже если посмотрите любой анатомический атлас, вы увидите, что все органы нарисованы всегда в двух картинках. На вдохе и на выдохе. И эти картинки очень разные. То есть положение органов меняется, каждого из органов меняется на вдохе и на выдохе. Мало того, по органам брюшной полости, по полам органам очень много движется жидкостей. У каждого органа есть своя скорость движения, своя амплитуда движения просто в своем жизненном цикле. И все это сложное движение происходит без четкой фиксации. Поэтому очень важно, чтобы все движение, которое застопорилось, а оно у нас начинает замедляться, останавливаться, переставать работать и функционально портится. И когда мы начинаем добавлять туда вот этого целебного движения, расслабляющего, внутренние движения восстанавливают свою жизнь. И чем прекрасен этот самомассаж? Он абсолютно безопасен, безвреден и очень эффективен. Самое главное – делать его расслабленно, без фанатизма. В идеале его делать либо сразу после просыпания, либо перед уходом в сон. Вы это можете делать прямо в кровати. Точно не стоит его делать, если вы сильно поели, подождите часик. И точно не стоит его делать на очень голодный желудок, если вы очень хотите есть. Не стимулируйте специально еще дополнительно желудочно-кишечный тракт. Если у вас есть какие-то хронические или острые заболевания, покажите этот ролик врачу, посоветуйте с ним, потому что это не лечебная практика, это практика оздоровительная. Будьте здоровы и будьте счастливы!